Прежде всего я хотел бы сказать, что вчера, все вы, видимо, знаете, слышали, в Москве был подписан договор о вступлении города Севастополя и Крыма в нашу страну, в нашу государство, в Россию, на правах отдельных субъектов федерации. Поэтому я хотел всех вас поздравить с этим выдающимся, историческим, важным событием. Хочу тему моего нынешнего разговора. Война, блокада, победа ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. Хотел бы, во-первых, сказать, что, конечно же, несмотря на все трудности, которые переживает Ленинградский область, наш район не стоит особняком от всей ситуации Ленинградской области, но, конечно, нам немножечко полегче, потому что мы на первом месте в Ленинградской области пробили инвестиции. Значит, около 53 миллиардов, конечно, за счет того, что мы субъекты. Конечно, налоговая база наша не так больша, как инвестиции, и, к сожалению, мы сегодня не имеем столько налогов, как бы нам хотелось, налогов на имущество, налогов на прибыль. Ну, там частный государственный капитал, земли, как правило, не наши, поэтому все, что мы имеем, это часть земельного налога и часть налогов на имущество. То есть говорить сегодня, что Кингисепска развивается за счет портовых сооружений, это неправильно, неправильно. Другой вопрос, что, конечно, наши люди, а в порту работают до 70% Кингисепска, жители Кингисепска, конечно, наши люди, работая там, получают доходный налог, то есть мы получаем доходный налог. И, естественно, что очень квалифицированные, высокооплачиваемые рабочие места, что очень важно. Хочу сказать, что по-прежнему хорошо работает фосфорит, и, несмотря на сокращение, большущее сокращение, с 6500 до 2000 сегодня, фосфорит по объему выпускаем продукции выше, чем в советские береги. Модернизация, вкладываются огромные средства в современное производство, новые виды минеральных удобрений. Сегодня компания «Еврахим» действительно социально ответственна, посмотри, помогает нам в решении многих вопросов, и томограф, и компьютерный, и мамограф, и ледовый дворец, который будет строиться в Кингисепсе за счет «Еврахима», в том числе Министерство спорта, области «Еврахима». То есть и портовые сооружения, я хочу сказать, что они действительно помогают. Вот в этом году, прошедшем 2013-м, мы 100 миллионов привлекли средств на поддержание нашей социальной сферы в порядке. А социальная сфера района очень большая. 20 школ, 20 детских садов, 169 учреждений социальной сферы мы имеем на сегодняшний день. Поэтому, конечно, вы прекрасно понимаете, и учебные заведения, и дошкольные заведения, они постоянно требуют внимания. И оконные блоки, и утепление, и так далее, и освещение. Много проблем накопилось, которые годами не решались. Но, тем не менее, вот это позволяет нам решать очень многие проблемы. У нас нет безработицы. У нас нехватка около 3000 человек для того, чтобы мы работали на наших предприятиях. Конечно, порт – это не только счастье, радость, успех. Это и огромные проблемы. Проблемы для миграционной службы, потому что там работают, к сожалению, не всегда граждане Российской Федерации. Проблемы, связанные с разбитыми дорогами, потому что сегодня территория района, ну, никак по мощностям не предусматривает огромное количество автотранспорта. Проблема логистики у нас есть, строится, обратили внимание, ну, вы, может быть, не по станции-то никак не обратили, они отсюда приехали. Но у нас строится ВИАДУХ, огромный, стоимость дороги на Аккорд – 18 миллиардов рублей. Но иначе у нас встает полосы Алексеевский Перемест. У нас еще одна проблема – в Веймарне, где будет узловая огромная станция, но если не будет ВИАДУХ, то мы тоже сейчас обращаемся в РЖГ, чтобы нам сделали, так сказать, включили программу на 18-й АЖГУ. Ну, то есть, скажем так, что вот большое строительство, где строят щепки, где-то такое у нас. Естественно, население не очень довольное, потому что фундаменты рушатся, большие грузы, совместилось еще со строительством на С-2 атомной станции, от песок берется у нас, значит, соответственно, опять грузовые автомобили. Ну, много проблем, я не плачусь, я говорю о том, что реально для населения, скажем, вот эта большая стройка, она тоже вызывает определенное раздражение, если бы она была быстро происходила, то уже портствует более 20 лет. Вы сами понимаете, что целое поколение сменилось, люди, которые видели забитые поли, но теперь хотя бы видят то, что действительно современные терминалы, 10 работающих. Я думаю, что вы, наверное, не приглашали, не были, вот надо бы как-то сделать, чтобы посмотреть по очереди. Одно дело рассуждать, а другое дело увидеть то, что было вот болото, где лебеди вездились, и стало современным европейским уровнем, крупнейшим портом в Европе в будущем будет Услужский. Ну, конечно же, я хочу сказать, что у нас много успехов в спортивной области, мы содержим небольшие программы по развитию 8 основных видов спорта, футбол, хоккей, гонбол, гольная борьба, тек, ванго, бокс, лыжные гонки, биатву. В следующем году мы начнем строить горкомную трассу Стирова, в городе Мегисеппе, на Романовке, у нас чемпионы мира, олимпийский чемпион на лябре, значит, как раз курирует врачов в свое время, Володя, который сейчас исполняет тогда самую администрацию Стировского района, приезжали, вот у нас уже хорошая трасса. Ну, кроме этого, ремонтируем сейчас городской домокультуры, ФОК, значит, планируем еще одну школу, вот в Караколе сдали школу, в Ленреге, на 350, лучшая школа Российской Федерации, действительно лучшая, мы 80 миллионов вложили в район, и сейчас планируем пустомержу, тоже среднюю школу, в общем, разоратную на 350 мест построить. Кроме этого, мини-поликлиники планируем сделать в Котельском, детский сад, Ленреге в Котельском, мини-поликлинику в Истина. То есть мы не говорим уже об админаторе, мы говорим о мини-поликлинике, где можно работать, будет большим успехом у специалистов. Я не хвастаю, я говорю реальную программу социально-экономического развития Книги-Сепского района, которую концепцию, которую мы хотели в прошлом году. Проблем много, проблем много и связанных с жидко-руминальным хозяйством, у нас некачественная питьевая вода, но это издержки еще советского периода, когда ушли от скважинного хозяйства и на водозабор, на единство, из реки Луги стали брать воду, естественно, что со временем вода в реке стала плохой, мутной, откисляемой, и поэтому показать там, конечно, у нас суды и прокуратура хрещут. Но, вроде бы мы решили, проект сделал, и 380 миллионов мы получим из областного бюджета федерального по программе питьевая вода. Значит, ну вот так для сравнения у нас сейчас площадь же в районе миллион квадратных метров, около миллиона, 350 тысяч. Причем, если говорят, что квартиры не покупают, наши покупают. Меняются ли старого фонда, ли новый фонд. Программы действуют федеральные, областные, жилье для молодежи. Этим просто нужно очень серьезно заниматься, работать. Хотя тоже не все просто и очень большие, но, тем не менее, подвижки по жилью не сетки. Самая главная задача власти заставить делать дома и давать молодым хорошую зарплату. И тогда они никуда не улетят от нас. Я хотел бы, чтобы город 50. Снова вернулся. Город, название город для молодежи. Вот у нас было 27, на зале моей молодости, когда мне было 25, средний возраст. А сегодня 43 с половиной. Хочется вернуться. Хоть старости увидеть, что город молодых. Константин Семенович, вам огромное спасибо, что в таком серьезном возрасте вы можете так говорить, с молодежью известняться. Молодец, гордимся вами. Про Крыму почему-то мне поаплодировали. Это действительно событие. Нам не понять. А вот там люди очень хорошо все понимают. Когда каждый из нас оказался с детьми в той ситуации, когда могут убить, когда все становится явным, красноречивым, ничего объяснять не надо. Поэтому давайте поздравим друг друга. У нас только не висит. И вот так. Хотел бы уходить в городе и районах вам и вашим коллегам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Почаще, Виктория Валерьевна, приглашайте. С нами очень много. Мы все на службе и в нашей, и в соседей красивых женщин. Приглашайте, соберемся, съездим, покажем порт. Спасибо. Трагедия. Героизм наших людей, в том числе ваших дедов и прадедов. Во время войны, во время блокады. И поэтому об этом нужно постоянно говорить, говорить, еще раз говорить всем, что вошло в нашу спорте крови. И через вас перешло в вашем детям губ. Постоянно. Есть еще один вопрос, который побуждает нас каждый раз отбудировать эту тему. Хотя прошло уже 70 лет, в момент этих событий, военных событий, блокадных событий. Но до сей поры, среди читающих, интересующихся жизнью людей, среди историков, военных и просто историков, идет ожесточенный, продолжаются ожесточенные споры на тему о войне облаками. Говорят о том, спорят о том, кто, когда и почему, и зачем развязал Великую Отечественную войну, Вторую мировую войну. Спорят о том, почему начальный период войны был для нашей страны неудачным, и нам пришлось отступать в долгую войну. И кто в этом виноват. Спорят о том, как вообще нам удалось победить в этой войне. Тяжелейшие войны, тяжелейшие, но старые войны. И разговоры идут всякие. Одни, так сказать, спорят по незнанию, потому что говорят с чужих слов. Другие спорят, доказывают сознательно, умышленно, с тем, чтобы опорочить нашу победу, принять значение нашей победы, ну и так далее, и так далее. И мы, участники войны, участники битвы за Ленинград, участники блокады, испытав все это на своей спине, видя все это своими глазами, пройдя через войну, через блокаду, пока живо, пока нас носят ноги, обязаны об этом постоянно говорить, что было на самом деле. Почему мы победили? Откуда мы терпали силы? Как нам удалось преодолеть трудности и проблемы, которые стояли перед нами в тот период? Почему принимались дельные решения? Чтобы ответить на эти вопросы, конечно, нужно дарминуть в сторону назад. Прежде всего, я хотел бы сказать, что западноевропейские капиталисты западных стран, в том числе и Америки, они с момента возникновения нашей страны, в прошлом веке, в начале 20-х годов, спали и видели о том, чтобы уничтожить наше государство, зародыше, с тем, что оно стало загрозительным примером для других эксплуатированных народов, уничтоженных народов. Почему? Да потому что новое государство, возникшее в России, на развальных России, поставило перед собой святую, благородную цель создать общество социальной справедливости, где нет бедных и богатых, где нет эксплуатации человека-человека, где все равны. И начали активно строить это общество. Ну пусть нам не все удалось, не все получилось, но цель-то была такая. Люди были заражены этой целью. Это было загрозительным примером для других. И поэтому нас гнули в ногтю, пытаясь уничтожить. Знали мы об этом? Да знали. Я к началу войны был студентом, закончил третий курс Ленинградского железнодорожного техникума. Я знал, что против нас готовится война. Мы не знали, когда и что. Но то, что война обязательно будет, мы об этом знали, нам об этом говорили в то время. В этой связи я хотел бы напомнить слова, которые выставил товарищ Сталин, руководитель нашего государства того времени, после Ленина, в 30-м году. Он говорил, что мы отстали от передовых западных стран капиталистических на 50-100 лет. И если мы не наверстаем упущенное за 10 лет, то нас сомнули. Мы не знаем, когда, в какое время, но то, что будет это делать, мы об этом знаем. Поэтому нужно готовить. Готовить страну к обороне. И страна готовилась, активным образом готовилась к обороне. В ударном порядке была проведена индустриализация страны. Создавались новые отрасли, станкостроение, машиностроение, автомобилестроение. Развивалась оборонная промышленность. Большая работа проводилась по сплочению антифашистских сил на международной арене. Далее, большая работа проводилась по реорганизации, по регооружению армии. Потому что ведь армия нахуй только создавалась. Старая, Царская, развалилась. Красногвардейские отряды, а Красная армия, как таковая, она формировалась в эти предвоенные воды. Не все было сделано. Нужно было их создать, так сказать, реорганизовать и вооружить. По последним словам техники и так далее. Большая проводилась оборонная работа среди населения, среди молодежи. Во всяком случае, скажем, активно работала Саяхим. Значит, клубы, парашютистов, летчиков, танкистов. Кружки, готов к трудной обороне, к санитарной обороне. Ворошиловский стрелок. Я был студентом техникум, у него уже было три значка на груди. Обороны. Ходил, посещал кругов Ворошиловский стрелок. В школах была военная подготовка. Школа и в техникумах, в институтах. Готовились к обороне. Но задач было настолько много, которые мы должны были решить. А времени, к сожалению, истории нам отпустило очень мало. В день июня 1941 года враг против нас развязал войну. Когда еще впереди была работа в непочатый край. И очень многое было не сделано. В том числе и особенно по вопросам оборонной работы. Перевооружение армии. И это было одной из причин того, что начальный период войны для нас прожил все неудачно. Это первый момент. Второй момент, который мы должны учитывать. Враг нарушил наши границы, развязав против нас войну. Ведь он же не просто, скажем, какими-то силами, одной, двумя, тремя, четырьмя дивизиями на одном участке, на одном направлении нарушил нашу границу. Ведь границы были нарушены на всем протяжении границы. От Балтики до Черного моря. Огромными силами. Не видно огромными силами. Это подобного в истории не было. Три группы армий. Группа армий север, направление на Ленинград, через Прибалтику. Группа армий центра, через Белоруссию на мосту. Группа армий юг. Значит, на Киев и далее на юг. Это почти 200 дивизий. Более 5 миллионов солдат и офицеров, вооруженных до зубов. На тот период немецкая армия была лучшей армией мира. Она уже два года воевала в Европе. Покорила Польшу, Францию, другие страны. Имела уже опыт ведения войны в тех условиях. Это была сильнейшая армия на тот период времени. И вот эта масса рванула через границу на нашу страну. Причем не одни немцы. Немцы, конечно, основу составляли в вооруженных силах. Но вместе с ними выступили и румыны, и болгары, и итальянцы, и испанцы, и другие страны. Все фашистские силы всей Западной Европы выступили против нас. А мы вынуждены были отражать эту массу, невиданную массу, в одиночку. Ведь практически Второй фронт узнает апрель и конца войны. Ведь мы-то действовали в одиночку. В одиночку. Все эти вопросы нужно было решать параллельно, а одновременно с отражением врага. Это тоже создавало трудности. Вот это мы должны учитывать. Говоря о причинах. Хотя, конечно, наши недруги, политические недруги, которые по-другому это дело оценивают, они так сказать, виноват на военных, на Сталина, на политики, в другом стране, что они проспали, провороны и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но главная причина не в этом. А в том, что брат был сильнее нас на тот момент времени. А мы вчера не были не готовы. Поэтому были такие трудности. Главным образом мы поехали. Мы с вами ленинградцы. Поэтому, конечно, мы больше поговорим о том, как сложилась обстановка под Ленинградом. Проверили Ленинград на ленинградском направлении. На Ленинград, как я уже сказал, в начале, наступала немецкая группа войск селена. Под командованием герал предмаршала Лейбер. Это 16-я и 18-я армия, 4-я танковая группа при поддержке 1-го военнослужащих флота Германии. Это примерно 700 тысяч солдат-офицеров, вооруженных до 2-го. Тысячи танков, тысячи самолетов. Какую цель ставили немцы в данный момент на Ленинградском направлении? В соответствии с немецкими планами они рассчитывали внезапным, скоротничным, лобовым ударом направления на Лугу на Красногвардейск, нынешняя Гарщина. Взять Ленинград в ходу в июле месяце. А затем, так сказать, развернуться и идут на Москву. И в ноябре закончат войну парадом на Кратегове площади в Москве. Вот такие были планы. Но уже в июле месяце стало ясно, что этот, так сказать, план немецкий, закончить войну, взять лобовым ударом Ленинграда в ходу провалился. Но обстановка была очень сложная. Очень сложная. К 10 июля месяцу, к 10 июля 41-го года враг уже захватил Прибалтику вторую территорию Ленинградской области и был остановлен на подходах к Луге Новгорода. Обстановка была очень сложная. В этой обстановке принимается решение Ставка Верховного Командования, которое, так сказать, приняло такое решение. В ударном порядке создать лужкий оборонительный рубеж длиной 250 км от Кенгейского залива до Кенгейского залива с привлечением гражданского населения по мобилизации. В это же время создавать оборонные укрепления укрепленные районы в районе Пскова, Новгорода, Кенгизепа, в том числе, и других крупных объектов крупных городов границей. Общая протяженность 900 км с привлечением гражданского населения. В общей сложности на этих работах оборонных работало до 500 тысяч человек ежедневно по этим участкам. Видимо, трудились и трудящиеся в ваших районах и не сетки оборонительных районов. И подтянуть сюда войска с тем, чтобы задержать здесь немцев. Но к началу августа обстановка вновь обестрелась на Ленинградском направлении. Совершив перегоркировку своих войск, подтянув сверху силы, немцы начали новое наступление. Цель через Луков, через Красногвардей на Ленинград. Ну и с этим планом у них тоже ничего не вышло. Тоже ничего не вышло.